тяжелая тема пацаны зависимость ну первый шаг к к лечению зависимости это признание что у тебя есть зависимость и not когда я жил в россии я как бы никогда с этим не сталкивался потому что ну как-то и денег на это нет и и как-то этого запрещено все здесь ну в америке вы сами знаете что это на каждом углу эта херня есть где угодно можно достать и ну и знаете думаешь надо все попробовать испытать типа живем один раз и ну и типа одного раза ничего не будете попробуешь и и ладно типа и потом не захочешь больше ну и короче попробовал я раз два три и сейчас вот я уже понял что это реально зависимость что есть проблема и это проблему надо решать и первый шаг вот я просто открыто вам скажу как есть признаюсь вам только просто по-честному просто расскажу вы будете свидетелями что я вот ну типа никуда уже потом не отверчусь надо будет с этим что-то сделать как-то исправляться и реально вот я узнал в такой ломка что такое вот стресс когда тебе хочется еще 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 и ну короче вкидываешь один раз вкинул вкинулся и думаешь ну типа хватит надолго и нихера через неделю вот прям пипец меня колбасит еще хочу вкинуть еще вкинуть и ничего с этим нельзя поделать ты начинаешь нервничать блять переживать проблемы уже в семье ну вот видите меня долго не было вот этот звук пацаны когда ты вкидываешь звук как эти доллары листаются банкоматом так ты 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 и я прям я прям кайфую а когда он вылазит чек что на вашу сумму зачислено там ну там пять тысяч долларов десять тысяч долларов я прям получаю кайф и я вот когда если я долго не вкидываю наличности в банкомат мне становится прям плохо я прям стал зависимый от денег от этих долларов и я вам так рекомендую пацаны не нужны вам эти доллары поверьте мне на слово один раз попробуешь вкидывать доллары в банкомат и все это пиздец ты понимаешь ты не можешь вернуться блять обратно в в тольятти и вкидывать рубли в этот банкомат в этот сбербанк блять который по одной купюре сука считает я прям до сих пор помните банком я не часто по-любому все изменилось пацаны я сейчас когда я звоню в тольятти это пиздец тому все все минимум две может быть три тысячи долларов получают я был один нищий человек в россии единственный человек у всех все хорошо да там последние новости путин дунул вакцину в шахте погибло столько людей сколько за пять лет в америке не гибнет мургенштейн рассказал как блять хорошо вести бизнес в россии просто супер и резко эвакуировался после этих слов хованскому 5 миллионов подписчиков не помогли мемориал уже все путин подвел войска вроде бы как хочет начать войну с украины а то что война идет с 2014 года который он начал ну так блять как это пропустили и вот звоню в эту россию вот такой вот рожей и прям у всех все хорошо но и в принципе все отлично все хорошо все получаем две-три тысячи долларов ты это зря вообще уехал сейчас вообще жизнь налаживается да вот нужно qr-код показывать чтобы поехать на арабский труд ну в принципе все хорошо ничего страшного зависимость пацаны реального зависимость от долларов прям не могу остановиться пытаюсь заработать все деньги америки а пока что получилось заработать все деньги сызрыниев что в принципе тоже неплохо для одного человека я проработал 31 день ровно без выходных пацаны без остановки американцы так не работает но понимаете у меня никогда не было такой возможности зарабатывать столько денег и вот она появилась и это как наркотик и вождение за рулем трака тоже как наркотик вот сегодня уже шел пятый день как я отдыхаю и в принципе вот спустя 31 день я такой да в принципе можно уже и порулить покататься есть что-то наркотическое в этой работе есть что-то наркотическое в том когда ты кладешь доллары есть что-то такое когда ты ну чувствуешь этот достаток что ты у тебя уровень совершенно жизни изменился уровень жизни уровень всего уровень мышления изменилось вообще все и ты не хочешь возвращаться обратно и вот я тоже я сейчас путина понимаю как никто другой послешь ты стал царем и теперь тебе говорят типа ты не будешь царем персажешь столько бабок у тебя наворовал на всю семью на всех друзей там себе собрал у всех есть бабки тебе и тебе нереально сложно от этого отказаться и вот я же тоже я не хочу больше от этого отказываться я не хочу делать шаг назад обратно в тольятти это просто ну это невероятно для меня все я здесь я американец у меня семья на 25 процентов стоит из американцев коренных ну куда я уже поеду я так к этому привык пацаны 30 тысяч долларов в месяц зарабатывать как минимум это блять ну приятно приятно пацаны и сводят с ума кинокомпания сакс и сэндальс представляет а Пацаны, ну скажите честно, посмотрите, что вас воздражает больше, что вас больше оскорбляет. Это вот такой зеленый ноябрь с таким вот газончиком я показываю соседский газончик, потому что мой газончик полное говно. Или жирная рожа в кадре. Вот честно, напишите в комментариях, что раздражает больше. 20 плюс 20 в ноябре или вот эта вот улыбающаяся жирная морда. А может этот вот трак стоимостью 20000 долларов, пацаны. Я только что пригнал трак, вот посмотрите, я проехал 17000 мит и я решил записать это все на новую GoPro 10. Интересно, как получится. Наверное, хреново. Смотрите, какое все грязное. Все, все. Вот это 17000 миль. Ну, наверное, по сравнению с Россией, конечно, это не такое грязное. Там вот дом у меня строят по соседству. Здесь у меня небольшие задиры, хотя я смазывал. Прям вот такие небольшие, даже не задиры, нормально, короче, все. Нужно поменять масло, нужно поменять фильтра. У меня сегодня на это есть один день, чтобы все отмыть и все поменять. Начнем, наверное, с масла, потому что масло более важное в опыте. Вдруг что-то пойдет не так, грязь все это сейчас попадает сюда. Я соберу сейчас все это в пакетик. Хонда вон припарковал на газончик, все как положено. Тут на газон можно парковаться, в основном ничего страшного в этом нет. С газоном с моим что-то случилось, я вроде заплатил людям, чтобы они это исправили, но что-то нихера не исправляется. Обещают, что к лету все исправят, потому что сейчас все-таки зима и газон плохо растет. С этой стороны вот нормальный газон. Поставок, кстати, от оленей, потому что олень это большая проблема в Америке. Очень хреновина, смотрите. Вот что классно, GoPro, тут можешь вот так вертеть, очень удобно. Все, вот 17 тысяч миль я проехал. Я работаю 31 день, ровно 31 день. Все в говне. Вот, смотрите, как он снимается. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Видите? Капот, вот здесь капот открывается двумя защелками, и нужно сразу тянуть очень тяжелый капот, капот железный, потому что когда Дзергард, блядь, 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 сука. Сейчас двумя руками, пацаны. Очень тяжелый капот, блядь, а что ж такое-то? Пацаны, не получится держать камеру. Очень тяжелый капот, очень тяжелый Дзергард, и одной рукой это невозможно открыть. Все в говне. Уровень опускался, надо долить. Уровень антифриза. Здесь, видите, все чистенько. Это топливные фильтры, я их уже менял один раз, это прокачка топливных фильтров. В принципе, да не так уж и грязно, пацаны. За месяц я столько маваги использовал, то есть половину. Это фильтр антифриза, турбина, вот масляный фильтр здесь. Все сухо, ничего не течет, пацаны. Две вот эти я заказал, но заказал я четыре, привезли мне только две. Две куда-то пропало, деньги с меня взяли. Ну ничего, думаю, деньги вернут. Почему-то прислали мне только две бутылки, хотя я заказывал четыре и заплатил за четыре. Вот мне прислали еще такую комиссию. Сразу, пацаны, все из первой рукой. Как удобно. GoPro можно прям держать, держать его и доставать. Может быть, даже на GoPro будет лучше заходить в видосики. Потому что более живое. О, у нас же на колесиках. Так, походу, вот здесь надо откручивать. Лодку буду продавать, что-то она у меня надоела, скучная стала. Нужно лодочка побольше. Так, что прям так подлазить? Смотрите, у меня еще полотенечко есть. Главное условие замены масла в Афлориде – это белая майка. Без белой майки не имеет смысла без белой майки. Сейчас я смотрю на этот Дергард, как я буду подползать. Господи, пиздец. Вот это я себе усложнил задачку. О, какое чистое, блядь. Схерить. О, а с этой стороны оно более темное и кажется, что чистое. Капец. Ладно, один хер у меня белая майка. Так что все будет хорошо. Прям при вас, пацаны, вот так вот. Закидываем. Блин, неудобно, конечно, теперь залазить с Дергардом. Еще неудобно. Прям пипец какая. Ну там недалеко, пацаны, надо ползти. Ай, блядь, уже ударился башкой. Семена какие-то. Смотрите, жопа вылезла. Жопа вылезла, пацаны. Так, ну вот как-то оно так вот сейчас будет. О, здесь не закручено. Хорошо, что я проверил. Хорошо, что проверил. Плохо закрутили. Пацаны, можно ли на горячую сливать масло или нет? Прям поставил и все. Все, пацаны, входит и выходит. Замечательно выходит. У меня тут все готово. Вот уже, сука, все в масле уже. Уже все в масле. Мы сейчас перчаточки оденем. Перчаточки, пацаны. Вот моя жирная, довольная рожа, которая всех возражает. Приехал, блядь, в Америку. И все у него, сука, хорошо. Не мог, блядь, загнуться тут, не знаю. Конечно, пиздец их, как гвозь на жопе у некоторых встал. Раздражая всех. Пацаны, смотрите, уже 10 минут меняем масло. 10 минут. Одной перчатки хватит. Вот так вот. Так, давай-ка. Как этот монитор не выключал, чтобы сделать. И возьмем еще, у меня здесь есть салфеточки. Как бы в Америке любят салфеточки. Так, пацаны, смотрите, как толстяк, блядь, дуть залагит. Офигеть, вот это контент. Блядь. Пацаны, ради вас ползу. Ради вас. Пацаны, минутка оскорблений. Не переключайтесь. Наша любимая рубрика оскорблений из Флорида. Смотрите, плюс 20 градусов в декабре. Декабрь. Плюс 20. Как вам такое оскорбление? И мы находимся в парке Диснейленд в одном из. Здесь их 4 штуки. У меня абонемент на год. И вот мне приходится всю семью таскать, вместо того, чтобы сидеть дома. Мне приходится ехать в этот долганный Диснейленд. Потому что, ну, представляете, целый год оплачено и теперь приходится ходить. Как вам такие оскорбления из Флорида? Продолжаем. Я съездил в трип длительностью 31 день. По сути, я поменял месяц своей жизни на доллары. На какие-то бумажки, тряпки, обувь, на аренду этого дома, оплату счетов, еду, электричества, машину, страховки, одевал своих детей, жену, на садовника. То есть поменял месяц своей жизни на что-то другое. Деньги, доллары, рубли – это, пацаны, большое наебалово. Никаких денег нет. По сути, вы меняете самое дорогое, что у вас есть в вашей жизни. На какие-то шмотки, на тряпки, на какие-то вещи. И вопрос здесь только один – сколько стоит ваша сраная жизнь? Да, это тяжело. Я не видел свою семью 31 день. Моему сыну 4 месяца. И за 4 месяца я уже 2 раза ездил в трип по месяцу. То есть я не видел своего сына половину жизни. Представляете, сын растет, и я не вижу своего сына полжизни. Я не вижу второго сына, не вижу свою жену. Я не вижу, не наслаждаюсь летом во Флориде. То есть не наслаждаюсь этой океаном, теплом. Этим огромным домом, жизнью. Всем тем, что у меня есть там видеокарта 3080 TX. Можно было бы играть целыми днями. То есть я продал свою жизнь на бумажки, которые я поменяю потом. Ну, бумажки – это фикция, пацаны. По сути, вы просираете. В моем случае продаете жизнь. В вашем случае на бананы. В моем случае на доллары. Я делаю это добровольно, пацаны. Я делаю выбор. То есть меня никто не заставляет. У меня такой вот выбор. Да, жизнь так устроена, что нужно делать выбор. И не бывает всего и сразу. Всегда за твой выбор следуют какие-то последствия, минусы, проблемы. Такой выбор и, знаете, не самый плохой. Бывает в мире и хуже примеров. Особенно в России и в странах СНГ. Поэтому я не жалуюсь. И не надо меня жалеть, что да, действительно, я признаю, у меня не было дома 31 день. Представляете, сыновья растут, растут без отца. Это, блять, плохо. Я здесь живу в Америке. Я не вижу своих родителей, своих друзей. Это все тоже очень плохо. Я прекрасно понимаю, пацаны. Но иногда нужно делать выбор. Итак, я уехал 25 октября. А вернулся 25 ноября. Ровно 31 день. Практически 5 недель. В первую неделю я вот буду выкладывать сразу таблички. Сюда вот, чтобы все было видно. В первую неделю я заработал 14400 гроз. Гроз это грязными. То есть, из этого я должен вычесть еще кучу расходов. Но сначала по грозам. И проехал я за эту неделю 4230 миль чистыми. То есть, вот трак проехал за неделю за 7 дней. 4230 дней и 14400 гроз. Вторая неделя 14500 гроз. И 4100 миль. То есть, примерно одинаковые показатели. Что первую неделю, что вторую неделю. И отвез я тоже 5 грузов. 5 грузов, что в первую неделю, что во вторую грузу. Во вторую неделю тоже 5 грузов. В третью неделю было вообще супер. 15250 долларов. 15250 долларов. И проехал всего 4000 миль. Вот эта картинка. И также можно будет в Телеграме посмотреть. Кстати, подписывайтесь на Телеграм. И в Инстаграм подписываться. Вот эти таблички я все выкладываю. Сразу, как только неделя закончилась. Я выкладывал в Инстаграм и в Телеграм. Так что все можно проверить. И 11525 долларов. Это была четвертая неделя. Мало. У меня там был проблемный груз, который меня задержал. Второй груз был отменен. Но я и проехал мало. Всего 2600 миль. То есть, в принципе, соотношение мили и гроз хорошее. Получается 4 доллара 38 центов за милю. Это нормальный такой рейд. И пятая неделя неполная. Там получается сколько? 3-4 дня. 2100 миль и 6700 долларов. Так, это что у нас? Оскорбления из Флориды. Цветы в декабре. Смотрите. Озеро. Травка зеленая. Это парк Эпкот. Вот этот шар. Здесь всякие аттракционы. Вот мы здесь ходим, гуляем. Пацаны. Надеюсь, вас это не сильно оскорбит. Надеюсь, вот люди вон в шортах. Я сам, посмотрите, пацаны, в сандальках и в шортиках. Все потому, что это пацаны Флорида. И это я знаю, как это вас оскорбляет. Простите, пожалуйста. Я не могу залезть. Месяц назад я залазил. А сейчас, видите, поправился. Не могу залезть теперь. Пацаны. Как тебе, пацаны? Господи. Как это? Сейчас потом буду пролазить. И смотрите, что там. Вот она, крышечка. Вот она, пацаны. Вот она, крышечка. Ее нужно покрутить. И она поставит на меня все-все масло. Я реально, пацаны, залазил же, блядь, недавно. Поправился. Блядь. Отвечаю, пацаны, я залазил. Блядь. Я застрял, бедипух, блядь. Потому, что кто-то, блядь, много ест. Сука. Это пиздец, пацаны. Надеюсь, я на тормоз поставил трак. Зато контент какой получается, заебатый. Вот я, вот ключ. Вот, куда все это должно литься. Вот оно, вот оно, где оно. Пацаны, посмотрите, какой контент. Офигеть. Вы видите, даже ближе, чем я. То есть масло горячее. Не знаю, можно здесь сливать на горячую. Ну, насколько оно горячее? Блядь, ну, типа на 5 градусов. А похер, оно здесь остынет, да? Вот здесь. Пацаны, попадает. Дырка есть. Все, я погнал. Не в ту сторону, не в ту сторону, пацаны. Это я вырежу нахуй. Опа, оно. Опа, оно пошло. Пошла родимая. Ах, хорошо пошло, блядь. Тепленькая пошла. Ха-ха-ха-ха. Ебать, там не переливается, ничего. Охуеть. А чё оно так, блядь, бурька? Сука. А чё оно не сливается? Ебаная пизда, блядь. А чё оно не сливается, сука? Пацаны, минутка оскорблений. Вот мы в мексиканском каком-то переводке. Стоим в очереди в какой-то аттракцион. А вон там люди, они ещё и ужинают, обедают. А мы стоим в очереди какой-то аттракцион. Вот такой вот. Надеюсь, вас это не оскорбляет. Что ж ты делаешь, ты тварь? Ты ж, блядь, такая. А ты чё не сливаешься? А, поэтому крышка была открыта. Ха-ха-ха. Блядь. Ха-ха-ха, пацаны. Вот это я на хуе вертел. Ха-ха, блядь. Крышка не просто так была открыта, блядь. Он теперь брызгает, суча. Такая. Блядь, я застрял ещё, пацаны. Ха-ха-ха. Блядь. Вот это прикол. Как это делать-то, блядь? Звать кого-то на помощь, блядь, полицию, я не знаю. Хуй знает, чё делать. Эх, блядь. Сейчас. Надо повернуть крышку просто. И всё. Просто открой крышку нахуй. И всё. О, блядь. Хорошо, что я одел белую майку, а то сейчас испачкался. Ладно, вторая попытка. Что там провелось? Всё, провелось. О, я уже испачкался весь. Давай. Трак 200 штук в боксах. О, тёпленькая пошла. Всё остальное я вырежу. А вы боялись, пацаны. Единственное, я весь в масле. Как отсюда вылезти и не обмазаться. У меня всё хорошо, пацаны. О, жубы какие белые же, чё. Чувакей, масло льётся. Кстати, надо ключи зажигания вытернуть. То вдруг кто заведёт, а там масла нет. А вы ставьте лайки. С каждым лайком мне становится легче ползти. Опа. Опа, пацаны. Теперь я не могу. Пацаны, нахуй вам этот трак не нужен? Поверьте мне, нашло. Сидится лучше дома с мамой, блядь. Всё, вот что это такое? Нахер мне это всё надо, пацаны. А вы переживаете. Беленький. Ну, почти. Там беленький. Беленький, пацаны. Вытащить ключи зажигания. Это не дай бог. Чё случится. Пацаны, минутка оскорблений. Смотрите, там люди жрут. Мы здесь плывём на лодке. Где-то в Мексике, прикиньте. Плывём. А люди на берегу едят. Такие вот оскорбления из Флорида. Шестьдесят две тысячи восемьсот долларов. Это вот такую сумму я заработал за месяц. Гросс грязными. И проехал я за тридцать один день семнадцать тысяч миль. Пацаны, почему это важно? Два числа. Всё, что вам нужно знать, это чтобы понять, сколько человек зарабатывает. Как он работает. Наёбывает его, не наёбывает. Это количество миль. И гроз, который он делает. Часто блогеры говорят гроз, но не говорят количество миль, сколько они приезжают. А это пиздец как важно, понимаете. Заработав шестьдесят две тысячи долларов за... Проехав миллион миль, ну там сто тысяч миль или одну тысячу миль. Это уже, блять, большая разница. Это очень важно. Вот эта цифра очень важна. Семнадцать тысяч миль. И когда я поделю гроз на количество миль, я получаю три целых шестьдесят девять сотых. Это рейд, так называемый рейд. И вот эта цифра, три доллара шестьдесят девять, это чистыми. То есть это и гружёные мили, и пустые мили, а это грязными. И вот я поделил все мили на все деньги, которые я заработал, и получилось три шестьдесят девять. Это нормально. Это и не прям космос, и не плохо. Это очень... Это хорошая цифра. Три шестьдесят девять. Я думаю, что три доллара, три... Четыре доллара, это будет классно. Три с половиной, это окей. Три доллара, это, блять, ну типа чего-то пошло не так. Это, по крайней мере, сейчас такой рынок. Но рынок постоянно меняется. Сейчас три шестьдесят девять, я езжу на рифере, на холодильник. Это... Вожу я продукты. То есть это огромный холодильник, трейлер. Я его заправляю, там дизельный двигатель, топливный бак отдельно. Ну, по-английски называется рифер. Дальше начинаются расходы. Мой трак вместе с рифером, вместе с чисткой воздуха примерно расходует пятьдесят центов на каждую миль. Я вот это уже почитал, я эту формулу знаю. Примерно траки, они так, плюс-минус расходуют. То есть за семнадцать тысяч миль я потратил на дизель восемь тысяч пятьсот долларов. Представляете, восемь тысяч пятьсот долларов за месяц. Просто невероятная сумма. Восемь тысяч. Я это отдаю из своего кармана. Представляете, восемь тысяч пятьсот. Ну, вот из-за этой суммы, конечно же. Из того, что я заработал за прошлый месяц. Ну, вы поняли. Пацаны, минутка оскорбления от Дональдяка. Вон там вот. Песенка про оскорбление. И здесь вот есть такой зажим у него. Он как-то поднимается наверх. Вот он. Просто поднялся наверх. Видите? О, все пошло. Тяжело идет. Все в порядке. Так и должно быть. Короче, фильтр будет прямо в крышке. И вот я подставил тазик. Опа. Все. Потом вытиру. Вот так вот выглядит фильтр. Пацаны, тяжелый. Он, блин, одной рукой вы должны держать тепло. Нормальная машина. Нормальный цвет. Семнадцать тысяч миль. Дальше. С этого гросса я вычитаю диспетчерский. То есть груза я ищу не сам, а сторонняя компания, которая ищет грузы. Там есть диспетчер. И они занимаются факторингом. То есть перечислением этих средств. То есть они берут на себя большую кучу забот. И берут за это двенадцать процентов. Двенадцать процентов, а шестидесят двух тысяч. Это семь тысяч пятисот долларов. Тоже записываю я в расходы. Следующий большой платеж. Три тысячи девятьсот пятьдесят долларов. Я оплачиваю кредит за трак стоимостью двести тысяч долларов. Представляете, двести тысяч долларов каждый месяц я отдаю три тысячи девятьсот пятьдесят долларов, вне зависимости от того Едет трак, стоит трак, что бы он ни делал, я плачу. Дальше. Страховка на трак и страховка Cargo Insurance. Это страховка на груз. То есть что бы с грузом ни случилось, есть страховка. Это обязательно по закону, в Америке так должно быть. Это тысячу долларов за трак и тысячу сто пятьдесят долларов. Cargo Insurance, это страховка на груз. То есть сумма получается минус две тысячи сто пятьдесят долларов, долларов я оплачиваю страховку так как трейлер не мой холодильник я плачу аренду и арендный платеж 1600 долларов каждый месяц то есть работает он или стоит неважно каждый месяц 1600 долларов логбук и страховка логбук это сервис как бы которую учитывает тахометр короче тахометр плюс страховка там потери труда она стоит еще 300 долларов в месяц все вместе страховка логбук 300 долларов 130 долларов я заплатил ифта так называется налог типа я не знаю это какой-то налог на грузовой коммерческий транспорт на топливо зависит от того сколько топлива ты использовал он за прошлом месяце заплатил 130 долларов вычтем это в этом месяце и еще платные дороги ну примерно пускай ну пускай грубо говоря блин у вас меня зачаржили где-то 700 баксов по моему 700 за месяц это так она выйдет 700 долларов получается что всего расходов 24 830 долларов и получается вот я округлю округлю 38 тысяч долларов это примерно чистыми я заработал за 31 рабочий день то есть получается 62800 гроссов 17000 миль 8500 это топливо 33 950 это это кредит 2150 это страховка 7500 это диспетчер 1600 аренда трейлера 300 долларов это и это какие-то там блокбук и страховка жизни 700 долларов платной дороги 130 долларов ифта это пускай какой-то там налог все получается 24 800 и 62800 минус 24 800 это получается 38000 это приблизительные пацаны чистый доход мой тракт застрахован там 600 тысяч миль гарантия но есть колеса расходники масло там 400 долларов замены масла колеса на трейлере колеса ну пускай знаете я заложу две тысячи долларов две тысячи долларов на колеса на масло вот я меняю и получается у нас все-таки 36 тысяч долларов это больше приблизительная стоимость моей его месяца труда то есть месяц моей жизни стоит 36 тысяч долларов вот вот настолько сейчас стоит месяц моей жизни пацаны у меня выдалась минутка я долетел до китая что передать вам привет вы там не оскорбляйтесь тут все хорошо пацаны это вот китай огоньки китайские обычный китайского в китае не больше пацаны я тут в китайском храме просто передаю что все хорошо здесь вы там не оскорбляйтесь это просто китайский храм пацаны смотрите бабка которая запрещает снимать и проверять билетики отошла ну правда я сейчас сяду на ее место она просто вернулась на секунду смотрите все села никакой бабки нету прикиньте движением руки и поворачиваю поворачиваю и снимаю он отделяется крышка от фильтра фильтр вот он здоровый какой фильтр весь вытирая какая тут такая пластиковая куёвенка типа якобы с помощью нее нужно надеть эту резинку новую чтобы видимо не повредить ее не знаю просто человек простой я делаю все по инструкции то есть эта штука нужно просто чтобы одеть резинку вот у меня есть масленка по идее надо смазывать чтобы нормально закрутилась мы эти резинки тоже смазываем кто мы-то блин этот один сидит сидит хорошенькая моя все пацаны просто закручиваем дилов то две секунды вручевую в обратную сторону все предельно просто ведь не надо ничего снимать разбирать фильтр сверху в легко доступном месте я просто поконтролировал что он вровень заходит что все ровненько протер его вот так выглядит ключ динамо ключ вот здесь у него есть нарезки такие риски я его подкрутил по 70 ньютон метров так было написано в инструкции все видите щелкает ой я не снимал короче за щелкой значит все окей мы просто короче померим а покупать не будет потому что мы русские с нами мир дальше у вас возникнет вопрос женя а как ты проехала 17000 миль ты что-то там нарушал что-то там крутил ты может быть тебя в тюрьму нужно посадить пацаны очень просто прежде чем вестись на какие-то провокации разделите 17000 миль на месяц смотрите за четыре недели по графику положено один выходной в неделю получается что чистых рабочих дней у меня было 27 рабочих дней и 17000 миль на 27 легальных рабочих дней получается по 630 миль каждый день можно ли проехать в америке 630 миль конечно же можно можно проехать и 700 миль и можно проехать и больше в некоторых штатах ограничение скорости в 80 миль в час некоторых 70 630 миль за один рабочий день проехать легко легко конечно же я не видне каждый день приезжал по 630 миль ровно в какой-то день я приезжал больше в какой-то где не проезжал миль меньше но 630 миль пацаны проехать можно получается что один мой рабочий день стоит 1400 долларов каждый мой рабочий день приносит мне доход в 1400 то есть если я поднял жопу и пошел на работу это должно принести мне как минимум 1400 долларов в день и по правилам в америке 11-часовой рабочий день на траке то есть за 11 часов 630 миль можно проехать в среднем это прям сто процентов и кто-то говорит обратно он просто дурачок или ничего не понимает получается что за 11 часов рабочих я получаю 127 долларов каждый час то есть мой сейчас уровень заработка 127 долларов в час или 1400 долларов за один день вот столько пацаны стоит моя жизнь вот я сейчас перед вами почитал не то сколько я зарабатываю а то сколько сейчас стоит моя жизнь во сколько страна оценила меня как человека который сидит за рулем и чего-то добился чего-то делает вот америка говорит мне сейчас чтобы мой день один стоит 1400 долларов поэтому сука вот здесь лежит американский флаг они российские поэтому блять я я испытываю настоящее чувство патриотизма потому что здесь я не работаю за бананы я здесь не какашка какая-то в болоте я себя чувствую абсолютно комфортно я себя чувствую человеком я тебя чувствую что меня оценили по достоинству я себя не чувствую дискриминирован из того что у меня нет языка я себе не чувствую дискриминирован потому что нет паспорта потому что не гражданин америки я себя чувствую пиздец как комфортно. И когда мне задают вопрос, блядь, Женя, а ты не скучаешь по России? Вот, блядь, вот эта цифра, как можно, вот, блядь, вот, имея вот эту цифру, когда стоимость жизни одного дня стоит 1400 долларов, скучать, сука, по России? Вот как можно, пацаны? Вот вы мне когда задаете вопрос, вы учитываете это в уме, блядь, может ли американец, который вот чего-то, блядь, въебывать добился, скучать, сука, по Сызрани, когда у него один день стоит 1400 долларов? И надо сказать, пацаны, что эта работа дальнобойщика в Америке, она не имеет ничего общего с работой в России. Это две разные работы. Это ничего общего, понимаете? Там может быть общее то, что есть водитель и руль и педали. И все. И я бы не сказал, что это прям уж такая плохая работа, что она прям такая вот тяжелая. Есть минусы, пацаны, но вот, вот оно, 1400 в день. Это тот уровень, которого я вышел на третий, получается, четвертый год. Три с половиной года я приехал, получается, в марте восемнадцатого года. Три с половиной года я здесь. И вот он уровень, пацаны, 1400 долларов. Возможно, это потолок. Возможно, нет. Я не знаю. Но в принципе уже, блядь, все хорошо. Вот уже все в порядке. Даже имея херовый английский, мой сын меня уже учит английскому. Мы пошли в Диснейленд, он показывает, говорит, пап, смотри, кассел. Я говорю, какой кассел? Это кастел. Кэстел. Кэстел, блядь, кастел. Он говорит, кассел. Я говорю, какой кассел? Он говорит, кассел, замок, папа, блядь. И мой пацан меня уже учит английскому, а пацану четыре года, пацаны. Четыре года человек меня учит английскому. Вот такой уровень английского у меня И даже имея вот такой уровень английского И пацаны, здесь вот никакая неудача Вот мне постоянно говорят, блядь, тебе повезло Ты сделал что-то вовремя Просто везение Какое нахуй везение? Вы что, охуели, блядь? Какое везение, блядь? Я въебываю, как раб на галереях Я хуячу, работаю На мувинге, на стройке работал Еду доставлял, на траке Какое, сука, вашу мать Везение? Нет никакого везения, пацаны Все, что, блядь, делается, оно делается Вот этими, сука, ручками Нет тут никакого везения, пацаны Успешные люди, они не то чтобы Очень умные, они энергичные Просто много энергии Вот если у вас есть энергии, достаточно энергии Вам не нужно быть умным, блядь, особо Вам не нужно быть каким-то удачливым Я вообще не очень удачный Я никогда не выиграю в лотерею Все, что вам нужно, это немного энергии Энтузиазма, выпейте кофейку И, блядь, вперед в Америку Зарабатывать, вот, блядь, за 1400 долларов, пацаны, в день Сейчас вот такой уровень Я не знаю, что будет дальше, пацаны Вот сегодня, блядь, вот эта рожа жирная Делает 1400 долларов в день И ничего вы с этим, сука, не сделаете Пацаны, вот долетела до Германии Высоблилась одна свободная минутка Что передать вам привет Вы там не оскорбляйтесь Мы вот тут летаем, путешествуем До Германии, до Китая Никогда не знаешь в этой Америке Куда тебя заведет дальше Все, без оскорблений, пацаны Сколько отдать налогов? Вот это будет большой вопрос, пацаны Во-первых, во Флориде Я не эксперт по налогам Вот сразу говорю, я не эксперт Я вообще в налогах ничего не понимаю И я предпочитаю на такие вопросы Чтобы отмечали люди, эксперты в этом деле Как я понимаю, что во Флориде Нет налога на зарплату И я сейчас работаю по форме корпорации У меня есть корпорация То есть подрядчики платят в эту корпорацию деньги И получается я водитель в своей корпорации Я работник в своей корпорации И если корпорация захочет заплатить мне Вот эту всю сумму 30 там То есть моя корпорация, допустим За месяц получила чистого дохода 36 тысяч долларов И если моя корпорация Во главе и во мне Оценит труд водителя в моем лице в 36 тысяч долларов в месяц, и моя корпорация заплатит мне 36 тысяч долларов. То есть моя корпорация имеет чистого дохода 0 долларов, а во Флориде на зарплату не платят налогов. Ноль налога, пацаны. Во Флориде ноль налога на заработную плату. То есть я как водитель получаю 36 тысяч долларов от своей корпорации. Моя корпорация не зарабатывает ничего, а я как водитель не могу заплатить, потому что нет такого налога. Есть федеральный налог, там какие-то ссанные копейки, которые зависят от количества детей, иждивенств. Вот моя жена не работает, у меня двое детей. Ой, пацаны, я не думаю, что там будет какая-то катастрофическая сумма, я даже не знаю, сколько, будет ли она вообще. Но говорить о налогах как о какой-то проблеме в Америке, это смешно. Если вы думаете, что в Америке какие-то большие налоги, вы жертва пропаганды. В Америке нет налогов на продукты, во Флориде нет налогов на продукты. Понимаете, ноль, ноль. Вот я покупаю колбасу, я не должен какому-то дяде отдать 12%, 13%, 14%, сколько у вас там в России сейчас. А вы сейчас покупаете сосиски по акции, ищите там, где дешевле для своего ребенка, но 14% или 12% вы отдаете лично Путину в карман, который строит в Геленджике дворцы и разворовывает вас, лично сует руку в карман к вашему ребенку. Он просто вытаскивает, то есть ваш ребенок кусает часть сосисок, а Путин лично, блядь, берет рукой и 14% от этой сосиски, блядь, вытаскивает у вас изо рта. А если разобраться, сколько, блядь, налогов заплатило предприятие, которое сделало это сосиски, сколько налогов заплатили, пока эти сосиски доехали до магазинов, потому что предприятие, когда покупает сырье, оно платит налоги, когда покупает там какие-то пакетики, оно платит налоги, и оно продает вам, еще раз платит налоги, То есть, сосиска там может быть в себестоимости 1 рубль, а продают вам по 50 рублей. Вот, пацаны, где налоги. У вас в стране, в Сызрани, не в Америке. Хватит пиздеть про налоги в Америке. В Америке все окей с налогами. Нет никаких проблем, пацаны. С каждого трака я заплатил 10 тысяч долларов налога во Флориде. Во Флориде на коммерческий транспорт есть налоги. Например, в Иллинойсе на коммерческий транспорт я бы не заплатил налогов. Но моя компания зарегистрирована во Флориде. Есть несколько нюансов. То есть, я уже, допустим, с траков, только с покупки заплатил 20 тысяч долларов. Мне пришла официальная бумажка. Мне прямо сюда домой. На каждый трак отдельно. Спасибо, блядь, заплатили 10 тысяч долларов. И все. Вот, пацаны, я уже заплатил 20 тысяч долларов. Здорово я придумал, блядь. Все ради вас. Ради Сызрани. Они про Сызрани поют. Как хорошо Сызрани. Сызрани охуенная страна. Заебись в Сызрани. Как хорошо в Сызрани нам живется. Про это поют. Про Сызрани. Очень низкий трак. Это, на самом деле, проблема-то в том, что этот трак такой низкий. Остальные траки намного выше. Это именно вот этот трак. Он какой-то капец. У него обвес очень низкий. Остальные прям можно, блядь, стоя пройти. Прямо под ним. Ну, серьезно. Вот она, защелочка. Пробочка. И все. Все. Никуда он не денется. Единственное что, единственное что. Хорошо бы протереть. Вот я взял. Протереть, чтобы понять, течет или не течет. То есть, 240 стоит вот эти 4 штучки. К официалу, если приедете, оно зальет вам полусинтетику. То есть, они почему-то не льют синтетику. Я не знаю почему. Американцы почему-то очень любят полусинтетику. Вот у них какой-то прям вот бзик. Блядь, давайте везде лить полусинтетику. Почему? Технология, пацаны, крайне простая. Просто льешь вовнутрь и все. Один парниша рассказывал, что после того, как ему залили масло, черный парень начал брызгать в эту красную штуку вовнутрь. Средство антитормозной, очистка тормозов, короче. Чтобы очистить вот эту взрывную херню. И она стояла, то есть, вовнутрь, вот так вот он-то. То есть, вовнутрь двигателя лилось брейк-клинер. Очиститель тормозов клеился. И он не скрывал это. То есть, это норма. Типа, ничего страшного. Подумаешь, немного очиститель тормозов в двигателе не повредит. Я, в общем, не верю сервисам. У меня просто один трак. Я не могу его лишиться из-за того, что сейчас кто-то там что-то некачественно сделать. Поэтому я делаю все сам. Я в магазине Диснея, Диснейленда. Зашел купить дошика. Сейчас такие тугие времена в Америке. Потому что тут полки уставлены дошираком. Ладно, это японский магазин. Типа, оригинальный дошик японский. Настоящий. Можно купить. Сколько стоит настоящий оригинальный? Три бакса. То есть, пацаны, если вы покупаете в России что-то дешевле три доллара, это не оригинал. Оригинал выглядит вот так вот. Оригинал дошика. Полетели коптеры, полетели сизые. Я что, пожирнел что ли еще? Эту посылку мне прислали 23 ноября. Сегодня, 1 декабря, пацаны. Скоро Новый год, окончание года. Смотрите, вот так вот прислали. Посылка запакована. Я купил этот макбук на Амазоне. Я платил своей карточкой. Без кредитов, без мам и пап. Ну, смотрите. Решил попробовать. Я все время монтирую на винде, вот на этом огромном мониторе. И для саморазвития я решил открыть для себя технику Apple. Я заказал два айфона. Что это за айфон? 13 Pro Max на терабайт. Золотые две штуки одинаковых. Взял под подписку. То есть, без процентов, по-моему, 53 доллара 42 цента на 30 месяцев нужно платить за каждый телефон. Это без переплаты. Телефон стоит 1600 долларов. Такой телефон стоит 160 тысяч рублей. Вот эта самая новая модель. И почему я взял золотый? Потому что цвет дурацкий. Потому что не было в наличии. Понимаете, в Америке невозможно купить айфона. Единственное, что можно было купить, это вот 13 Pro Max. Самые дорогие модели за 1600 долларов в наличии были. Я заказал, мне доставили на дом. Решил открыть для себя технику Apple. Пацаны, у меня никогда не было своего... У меня был 3GS, по-моему, айфон. И я его походил что-то пару месяцев. Он был какой-то с китайским монитором, ну, с китайским дисплеем переклеенный. И больше я айфона не покупал. Вот так он выглядит, этот айфон. Вот он. В синем чехле. Поэтому какая разница, какой цвет? Он все равно в синем чехле. И когда вот презентовали вот этот бумажник, я такой, что за херня? А теперь я купил. Блин, это такая удобная вещь, потому что я только и ношу с собой драйвер-лисенс и одну кредитную карту. И самое прикольное, что меня удивило, в этом кошельке есть локатор. То есть, если я его потеряю, телефон поможет мне его найти, и он на карте отображается. Это вообще прикольно. То есть, это какая-то геометка. Вот такие геометки бывают у Apple. Пацаны, я знаю, я вам рассказываю какую-то ерунду, которую вы все знаете. Но я для себя это просто вот недавно открыл. Я такие геометки везде накидал. Это называется Apple Air, так, что-то типа того. В рюкзак закинул, в машину, в трак. Теперь я везде вижу, где у меня на карте что находится. Это, кстати, офигеть, как удобно. Это вот старый жены iPhone, по-моему, 11 Pro Max. Мы его сдадим в утиль. Вот этот iPhone мне дали бесплатно. Он валяется уже, не знаю, в каком-то видосе я показывал. Это, по-моему, iPhone 7. Я им вообще не пользуюсь, он просто вот так вот валяется. Это нефиг делать. И вот я решил попробовать. Я почему-то не попробовать для саморазвития, не попробовать, попробовать, не попробовать монтировать на технике Apple. Там какой-то Final Cut. Пацаны, это просто вот, знаете, я вам рассказываю, что у меня в жизни происходит. Просто, просто вот такой жизненный контент. И вот к чему я это все, черт побери, рассказываю. Вот эта посылка была доставлена 23 ноября. Сегодня 1 декабря. И вот только сегодня я решил ее распаковать. Я даже не уверен, есть ли там MacBook или нет. Когда твоя жизнь не стоит, как этот ноутбук. То есть, этот ноутбук стоит 2800 долларов, 835 долларов вместе с налогами. То есть, около 300 тысяч рублей стоит в России этот ноутбук. Ну, точнее, если он там есть. Я не знаю, пацаны. Мне его доставили неделю назад. Я вот только сейчас решил по сутку открыть. Этот ноутбук не стоит, как вся твоя ебаная жизнь. Ты относишься к вещам совершенно по-другому. То есть, это не был праздник. Когда почтальон принес этот ноутбук и положил его возле, на крыльцо от моего дома. Я не побежал скорее бросаться, прыгать за посылкой, открывать, проверять. Не поврежден ли он, знаете, не проверять битые пиксели. Я работал в Sunrise, и там постоянно люди проверяли битые пиксели. Вы думаете, я проверял битые пиксели на этом? Мне тоже, да вообще насрать. Вы думаете, я буду проверять битые пиксели на этом? Да вообще насрать. Я говорю, я даже не знаю до сих пор, вот он там есть или его там нет. Может быть, его там нет. Потому что, когда вот это вот стоит, как вся твоя жизнь, вот это вот стоит, как три дня работать. Три дня мне нужно работать. Это довольно-таки очень много. Это просто дохрена. Получается, это три дня моей жизни стоит вот этот ноутбук. Деньги, это пацаны наебалово. Важно соотношение, понимать стоимость вашей жизни, стоимость вашего, вашей, одного дня вашей жизни. Это самое дорогое, что у вас есть. Вот к этому ноутбуку. Вот поцарапаешь ты телефон, да вообще насрать. Ну, блядь, насрать. Но есть страховка, конечно же. Люди не становятся злее, когда у тебя здесь появляются деньги. Наоборот, ты становишься, относишься ко всему проще. Ты меньше нервничаешь, меньше переживаешь. Жизнь становится намного проще, такая размеренная, неспешная. Все становится, пацаны, намного проще. Все упрощается. Понимаете? То есть, блядь, ты не можешь быть добрым человеком, когда твои дети не доедают. Ну, блядь, это невозможно. Да, ты там на сосиски хватает твоим детям. Ты такой, ну, вроде бы все хорошо. Нет. Важно иметь определенный уровень жизни, чтобы раскрыть себя. Вот когда вот у меня сейчас какой-то нормальный уровень жизни. И я понимаю, что я совершенно по-другому сейчас отношусь к жизни, к вещам, ко всему. Все становится, пацаны, по-другому. Люди становятся лучше, когда есть какой-то материальный достаток. Когда ты себе можешь без проблем купить все, что тебе нужно. И мы расп... Я, я здесь один. Я распаковываю этот долбанный ноутбук. Если честно, я его хочу вернуть и заказать напрямую от Apple. Кастомизированный ноутбук, если, конечно же, он мне понравится. Если мне понравится на нем монтировать, я закажу себе Customize ноутбук. Скорее всего, вот так он распаковывается. Можно вернуть до конца января. То есть, срок возврата получается 60 дней на Амазоне. Это связано с тем, что сейчас такие праздники. И вот действительно здесь макбук Pro Max. Я никогда не работал за макбуком. Я вообще без понятия, пацаны. И это видео не про макбук, а про то, что, пацаны, деньги не делают людей хуже. Деньги делают людей лучше. У тебя становится, появляется много возможностей. Саморазвитию. Качество жизни улучшается. Еда улучшается. Ты можешь позволить себе фитнес-зал. Ты можешь себе позволить больше спать. Тебе не нужно бежать в автобус, чтобы показать свой QR-код, чтобы поехать. Заказал себе еще одну камеру GoPro 10. Тоже вот ее сейчас тестирую. Мне очень понравились как-то наушники, короче, Pro. Pro версия, блядь. Тут не написано, а я не знаю, как они называются. Я сегодня занимался спортом. Я бегал. Хоть как-то выжить нужно заниматься, пацаны, спортом. И эти наушники держатся в ушах. Не выпадают когда-то, когда такой толстяк бежит, короче, по этой херне. Давай, открывай. Это маме телефон новый. Надо сначала сказать, Матвей, правила распаковки, что за телефон. Что это за телефон? Это iPhone 13 Pro Max, да? На 1 терабайт. Открывай. Все, все, правильно, молодец. И с другой стороны еще одна такая же штучка, вот здесь. Еще точно такая же, вот, снизу. Да, вот, молодец, тащи. Все. Все, переворачивай коробку. Все, вытряхивай ее. Ей. Ей. Нравится тебе открывать телефоны? Да. Вот. И теперь надо пленочку содрать. Вот эту. Вот эту пленочку, да, отрывай. Да. Вот, видишь? Доставай его. Да. Вот так. Вот так, вот так. Все, понравилось? Да. Любишь распаковывать? Угу. Живя в России, я получал, ну, тысячу долларов. И для меня этот ноутбук стоил бы, как, два месяца моей жизни. Это катастрофически много. И тогда, если бы я купил этот такой ноутбук, стоимостью два месяца моей жизни, это было бы событие. Это был бы праздник. Я созвал бы всех соседей, всех друзей, накрыл бы стол, пляски, гулянки, музыка, оркестр. Все бы танцевали, радуются, я купил ноутбук, потому что это реально событие всей жизни. Ты к этому стремился, ты к этому шел, ты взял кредит, ты будешь теперь выплачивать еще, еще полжизни за кусок пластика. А здесь совершенно другое отношение, понимаете? Здесь это просто кусок пластика. Это просто ноутбук. Ну вот нужен тебе ноутбук, ну возьми, иди купи. Для работы, для учебы, для развлечения, смотреть видео, ютуб. Просто ноутбук. Вот он пролежал у меня неделю, у меня не было вообще никаких желаний его открывать. Ну не было у меня настроения. Сходил в Диснейленд, приехал в стрипы, целый месяц ездил, устал. И вот сейчас пришло время, я отдохнул, пришел в себя, думаю, ну дай открою, посмотрю, что там внутри, разберусь, интересно. Совершенно другое отношение, пацаны. Вот я просто, я про себя рассказываю, я не про вас рассказываю, я рассказываю, что было у меня там и что было здесь. Там, когда я покупал ноутбук в кредит, мне мама покупала, еще живя в Тольятти, я помню, она оформила на себя кредит, ноутбук там, не знаю, там 25 тысяч рублей стоил. Это было событие, потому что мне кредит не давали. Это было такое событие, вау, ноутбук. Это потом ходил все время с этой мыслью, думал. И я пытаюсь просто донести, насколько меняет мышление человека, когда у тебя есть достаток. Ты можешь получить вещи, которые вот задуманы. Вот этот ноутбук, это не роскошь, это так и задумано. Тебе нужен ноутбук, ты получил ноутбук. Тебе нужен айфон, ты получил айфон. Тебе нужны часы, ты получил часы. У тебя не болит голова о таких примитивных вещах, как еда, вот сколько стоит там сыр, сколько стоят сосиски, где дешевле скидки. У тебя не болит, не болит башка, пацаны, все меняется, когда у тебя есть какой-то достаток. Это не примпедреж, не показуха. Это просто вот я пытаюсь объяснить, что было со мной тогда и что со мной стало сейчас. Когда у меня уровень жизни изменился, у меня совершенно изменилось мышление, я стал совершенно другим человеком. Я совершенно по-другому стал относиться к жизни, все стало проще. И мне кажется, я стал лучше. То есть деньги не делают людей хуже. Деньги в таком вот, в нормальном количестве, как это задумано, они делают людей лучше, не хуже, пацаны. Это советский пиздеж, как деньги портят людей. Абсолютный пиздеж, пацаны. Вас опять наебали. Устал путешествовать, пошли. Замучился, лучше бы дома пиво пил, а то мы в Марокко. Ходим в арку знаменитую, марокканскую, марокканскую арку. Ходим по Марокко. Я бы сюда домой ходил, пацаны, с цызаном. Я бы купить, если меня это удастся. Ну, короче, вот улица одна. Вот улица, давай сюда, тараханка. Вот улица другая. Вот дверь. Вот танцерфилд. Вот здесь знаменитый марокканский, марокканский переулок. Все, пацаны. Я вам так скажу. Не надо путешествовать. Это все такая херня, пацаны. Это так утомляет. Это все так изменичивает. Лампу Аладдин и потру. Джин, я хочу в Сызрай. Не сработало. Привезли почту. Он мужичок едет по машине, он даже не выходит. У него руль справа. Официальная машина. Справа руль. А что это? Ого. Ого, сколько всего, да? Спасибо, папа. На, бери. Спасибо. Держи, вот сейчас упадет еще. Все, молодец. Сейчас топливо уходит, сливается. Откручиваю сразу второй. Все, открутилось. И в тазик. Опа. Там уже пусто. И тоже в тазик, чтобы не пролить ничего лишнего. Его надо давить и прокручивать. Давить и прокручивать в какую-то одну сторону. Все. И колечки нужно смазывать маслом, видимо, чтобы они легче зашли, чтобы на сухую не входили. И все, просто закручиваю. Вот от маленького фильтра вставляю. Все, надо давить и прокручивать. Здравствуйте. Привет, сэр. Я не могу говорить, что я не буду. Спасибо, сэр. вот он приехал сейчас он закроет гараж потому что у меня по условиям доставки он должен закрой гараж. И так сделано. А нет, вот просто не надо. Исправили баг. Вот он уехал. Представляете, вот как все просто. Видите, я заказал в интернете, по-моему, вчера или позавчера. Я даже честно не знаю, что это. Вот здесь у меня еще лежат посылки, я тоже не знаю. Здесь я знаю одна кофта и чехол от ноутбука. По-моему, да, вот так вот. Еще какая-то посылка, не знаю что. Здесь я вообще не знаю что. Должна быть sim-карта, а не sim-карта, а SD-карта для памяти для аппарата, чтобы в 4К мне снимать. И все, видите, все просто. Вот уехал, пацаны, лето. Я вот снимаю, заменяя масло, Матвейка выбежал. Радостный. Матвейчик, ты где был? Там. И что ты делал? Печеньку ем. Ты сам достал ее? А, нет, мама достала. Мама достала. Ты пытался достать, но не смог, да, я видел? Ты не смог, да, достать? Да. Высоко слишком. Вот я тут масло меняю. Вот, да, видишь, топливный фильтр, вот топливо, дизель. Вот, два их. Я сейчас буду их закручивать. Масло, вот я уже поменял. Смотри, какой большой чан с маслом. Видишь, вот это все масло внутри. Это все масло? Да, представишь, сколько там внутри масла оно. Видишь оно? Оно очень тяжелое. Да, тяжелое. Видишь, какое? Это вот все из трака. Из трака? Да. Мотору нужно масло, чтобы работать. Его нужно менять иногда. Где ты, а, вытащил? Что вытащил? Масло. Масло. А он там снизу пробку и откручивал. Снизу под траком залазил и там откручивал. Да, снизу двигателя. Вот это все двигатель. Я снизу откручивал и слева. Где откручивал? Вот прям снизу, видишь, вот там, там не видно отсюда. Там это я снизу прям подлазил. Снизу? Да, я прямо здесь лазил, внизу. Да. Здорово, да? Да. Тебе нравится? Да. Вот так вот папа работает. Сейчас это все надо закручивать. Да, вот это все топливные фильтры. Их надо закручивать теперь. Я их поменял, теперь они новые. Пацаны, прямая связь с Сызрани. Сейчас позвоним. Алло, россияне, ну как вы там? Держитесь? Вы держитесь там, россияне. Всего вам доброго и хорошего настроения. До свидания. Вот майка на мне. Я покупаю упаковку из шести штук и одна майка, получается, стоит 2 доллара. Для меня сейчас 2 доллара, это, ну как, 2 рубля. То есть, я отдаю за майку, чтобы вам было понятно мое отношение к вещам. 2 рубля я отдал. Вот этот ноутбук стоит 4 тысячи рублей. Для меня это 4 тысячи рублей. При зарплате вот у меня там 30 тысяч рублей, грубо говоря. Я получаю на своем траке 30 тысяч рублей. Для меня ноутбук 4 тысячи рублей. Это как бы нормально за месяц. То есть, довольно-таки весомая сумма, но не критично. И это довольно-таки дорогой ноутбук. Это майка 2 рубля. Телефон по 50 рублей мне нужно будет платить. Каждый месяц 50 рублей. Никаких переплат. Ничего. Я взял сразу 2 по 50 рублей в месяц. Представляете? Я перевожу вам в рубли, потому что реально вот уровень жизни нормального человека это вот такой вот. 30 тысяч рублей, а цены вот такие. 4 тысячи рублей за ноутбук. 300 рублей за видеокамеру самую последнюю. Эти часы 800 рублей. Бумажник стоит 50 рублей. Да нормально, недорого. Трак, на котором я работаю, стоит получается 200 тысяч рублей. 200 тысяч, пацаны. Супербыстрая флешка для макбука, чтобы редактировать. 200 рублей на 2 терабайта. Тысяча мегабайт скорость. Вот это, по-моему, стоит зарядка супербыстрая до макбука. Тоже где-то 50 рублей. Провода, не знаю, там 10 рублей. Блять, сука. Давай. Я сегодня качался, сила. Тысяча рублей, пацаны. Тысяча рублей. И веса тут, пацаны, вот во мне 2 метра. Тысяча рублей эмоций дает больше, чем на тысячу рублей. Это, конечно, цены в долларах. Но я перевожу в рубли один к одному, чтобы понять соотношение жизни. То есть, вот, чтобы понять стоимость для американцев, сколько это стоит. Вот, когда человек просто въебывает, как я. Я зарабатываю намного больше, чем среднестатистический американец. Но я въебываю пиздец как. И вот если ты въебываешь пиздец как, для тебя цены становятся вот такими. Можно позволить себе сколько угодно машинок. 100 рублей, 200 рублей. Давай, упаковочка, давай. Самая, пацаны, проблема сейчас это все распаковывать. Занимает очень много времени. Очень много отходов, коробок, различных бумажек остается. Очень много мусора. Просто какой-то стыдно. Вот, бывает, такая огромная гора мусора лежит возле дома. Пацаны, ни за что не догадаетесь, что я делаю. Смотрите, это жесткие диски. Четыре штуки здесь, а два уже вот таких. Вот, два лежит у меня. Два Seagate отдельно. А четыре вот еще в пластиковой упаковке. И что я делаю? Я пытаюсь лишить себя гарантии. Вот, что я делаю. Хочу, чтобы у меня не было гарантии на эти диски. И по какой-то неведомой мне причине, абсолютно неведомой причине, вот где-то на 50 рублей вот эти диски в пластиковых коробках дороже, чем диски без пластиковых коробках. Вот это в коробке стоит дешевле, чем просто железка. А внутри там вот эта железка. Ну, я, грубо говоря, рассказываю для тех, кто вообще не шарит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пацаны, я просто задрот на самом деле. В этом во всем нет никакого смысла. Потому что открыть это все стоит, блять, времени. Время дорого. И на самом деле я лишаюсь, скорее всего, гарантии. Может быть, не лишаюсь. Хер его знает. И вот эта разница в 50 рублей для меня, это вот все жадность. Еще нужно тут открутить болтики по бокам, чтобы он до конца превратился в полноценный диск. И я, честно, официально признаю, я совершил ошибку. Это все не имеет никакого смысла. Нужно было просто покупать, как нормальный человек, сразу диски. А вы думаете, блять, зачем тебе это нужно? Пацаны, в прошлой жизни, во Вьетнаме, я был айтишником. Ну, я занимался сетями, базой данными, базами данных. Правильно говорить по-русски, чтобы не забыть русский язык. Рейд массивами. Мне это, вы знаете, все нравится. И вот иногда у меня всплывает желание просто, грубо говоря, можно сказать, поиграться. На самом деле, у меня уже за 4 года в Америке накопился довольно-таки большой архив видео и фото. И я просто делаю бэкапы. Я делаю рейд массив 5, рейд 5, как говорят, 5-й рейд массив, короче. Для сохранности данных, чтобы были и фотки, и видео. И вот смотрите. Вот здесь 14 терабайт. Вот здесь 14 терабайт. Вот здесь 14 терабайт. Пойму только задроты. Итого у меня получается 6 дисков по 14 терабайт. И каждый из них стоит 270 рублей. 270 рублей за диск. И мне осталось расковырять еще 3 коробки. И потом я соединю это в такую рейд массивную хуйню. Вот так, пацаны, я провожу свое время. Разбираю, сука, жесткие диски. Это на самом деле дорогое удовольствие. Но если честно, вот эту хрень, весь рейд массив я взял в кредит. То есть там можно было прямо на Амазоне оформить кредит. Недорогой. Ну, смотрите. Никогда об этом не говорил. Но YouTube платит мне деньги. И где мой Zoom? YouTube платит мне примерно 1000 долларов в месяц. Плюс-минус. Просто за то, что я выпускаю вот один видос я выпустил. Там мой трип. За месяц. Один видос. 1000 долларов в месяц. Все. И понимаете, где-то получается за год 12 тысяч долларов. И все, что у меня получается с YouTube, я трачу на такую вот технику. На жесткие диски. На видеокамеру. На флешки. На память. Я просто вкладываю в свой YouTube. Хотя вкладывать там уже нечего. Там, блядь, у меня уже все есть. Но просто YouTube у меня не для денег, не для заработки, для души, для развлечения. И есть какой-то доход. Получается 1000 рублей. Если переводить вот этого один к одному. И я на это 1000 рублей вот вкладываю вот в эти жесткие диски. Например, вот я его взял в кредит, там, что-то там на 6 месяцев. Получается 6 дисков под 270 рублей. Примерно 1600 рублей. Ну вот 2 месяца YouTube заплатит. Вот тебе жесткие диски. То есть, то, что я зарабатываю на основной работе, я даже не трачу на производство на YouTube. YouTube вот что-то мне какую-то копеечку платит. Я все это вкладываю сюда. И получается какой-то вот развлекательный контент. Для души и для развития. 6 дисков по 14 терабайт, пацаны. Счастье задрота. Получается, все, что я вам сейчас показал, покрывает один только YouTube. Просто потому, что я снимаю один видос в месяц. А представляете, сколько платят тем, кто снимает видос каждую неделю или 2 видоса в неделю. Разные из столицы мира. Сколько платят им, пацаны. Поэтому такие люди готовы продать свою жопу, потому что это и есть их бизнес. Мой бизнес – это мой трак. А здесь это просто развлекуха, которая покрывает мои игрушки. И здесь написано, вот, estimate revenue. Это типа, сколько я примерно заработал. И тут написано, что обычно вы зарабатываете от 800 до 1200 долларов в месяц за 28 дней. За 90 дней я заработал 4000 долларов примерно. И вот видите, всплески, когда я выкладываю видосы. Это то, что платит YouTube с рекламы. И lifetime – то есть 32 тысячи долларов, 2221 доллар. Я заработал за все время, вот, пока нахожусь в Америке, я веду свой YouTube, 32 тысячи долларов, пацаны. Это, наверное, в рубли перевести – это очень дохрена. Но за три с половиной года 32 тысячи получается где-то меньше, чем 10 тысяч долларов в год. Ну, то есть даже получается где-то 900 долларов в месяц. Ну, это вообще копейки. Учитывая, что сегодня мой рабочий день стоит 1000 долларов, а YouTube платит 900 долларов за месяц. И я должен сидеть, кучу техники иметь, какие-то идеи, что-то рассказывать. Я говорю, это к тому, что у меня нет никакой заинтересованности пиздеть вам, нет заинтересованности вкладываться в YouTube. Я независим от YouTube, у меня нет рекламодателя, у меня нету, я могу сказать, хуй, жопа, столица пердежа. Потому что у меня нет рекламодателя, я не должен ни с кем согласовывать. Я могу говорить все, что захочу, просто вот мне хочется. И эти 32 тысячи долларов, это довольно-таки приличная надбавка, мне хватает на технику. Вот смотрите, у меня есть даже стабилизатор DJI Ronin модный, последний он рублей 500, наверное, стоил, ну, в долларах. За три года 32 тысячи и за месяц 32 тысячи, есть разница. Но этого хватает просто иметь вот так всякую забавную технику. У меня есть квадрокоптер, есть вот этот рейдмассив, есть ноутбук, есть огромный монитор, есть разные телефоны. Вот Samsung отлично тоже снимает, iPhone отлично снимает, есть различные флешки. Я просто чувствую себя комфортно в плане делать контент. Вот эта камера у Sony тоже какая-то в 4К сейчас снимает. Просто это мне нужно, чтобы комфортно делать контент. Ну, как комфортно? Я делаю все один, я никому не плачу, все сам. Просто вот мне хватает на технику, я не вкладываю ничего со своей работы, только вот все, что отработал на YouTube, я вложил. И вот это вот я все имею. Еще что меня удивило, страховка на телефон оплачивается прямо в телефоне. Тут она называется Apple Care Plus. Она застрахована от воровства и полного уничтожения телефона. То есть, если его украдут, то мне дадут новый. И, по-моему, так можно сделать 2 или 3 раза за год. Там какой-то фи нужно заплатить, около 100-150 долларов. И такая страховка стоит 13,50 в месяц. Понимаете, 13,50 в месяц этот телефон можно просто об стенку разбить. И вот так делается в Америке тестирование. То есть, когда разбивают телефоны, они просто застрахованы, пацаны. Никто ничего не теряет. Ну, платят страховая. Всегда кто-то что-то платит. В этом случае платит страховая. Пацаны, салют на 9 мая. Полная херня. Пацаны, с тем, что здесь происходит каждый день. 365 дней в году в парках Диснейленда. Их только 4 штуки. И в каждом парке каждый день вот такой салют, пацаны. Каждый день это происходит. Представляете, сколько бабок. А вам только на 9 мая салют. Здесь каждый день, пацаны, вот такое происходит. Это просто невероятно. Это оскорбление. Они шатают лодку. Я считаю, это вызов. Пацаны, с этим надо что-то делать. Как вы с этим живете? Я вообще не понимаю, пацаны. Это просто невероятно. Вот такой вот салют. Мы стоим уже тут минут 30. Это салют без конца. 30 минут херачит, 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 пацаны. 30 минут уже салют. Я хочу уже идти домой. А такое происходит каждый день. Сегодня вторник. Сегодня выходной, никакой, ни праздничный день. И такое происходит каждый день. Херачит этот салют. Я уже кофе весь выпал. Та самая куртка, пацаны. Я как-то рассказывал историю, как мы с женой ходили в торговый центр Москвы. И я не смог позволить себе новую куртку. Потому что уже тогда стоимость новой куртки превышала стоимость моей жизни за неделю. То есть, неделя моей жизни стоила сраная тряпка. А сколько стоит... Вот я буду говорить, а вы подумайте, сколько стоит ваша жизнь. Вот когда я жил в России, неделя моей жизни стоила вот эта тряпка. Смотрите. Я купил ее очень давно. И эта куртка Quick Sealer. Вот видите, Quick Sealer. Она уже очень потрепанная. Я вам покажу. Здесь протертости. Здесь какая-то грязь. Здесь просто дыра. И здесь вдоль всего рукава дырки. Quick Sealer. Я нашел фотографии в своем Инстаграме. Когда мой Инстаграм вообще не пользовался популярностью. И вот я в этой куртке в 17-м году, 23-го января, в первый раз лечу в самолете. Вот я в этой же куртке впервые вздохнул воздухом свободы во Франции. 2015 год, 31-го января. Смотрите, какой я счастливый. Тогда мне просто ударило в голову этот воздух свободы. Я впервые им вдохнул. А это что? А это мы с моей женой в Москве. Смотрите, какой я юный. 2014 год, декабрь 2021 года. То есть, этой куртке я не могу засчитать, сколько ей лет. 7 лет, я не могу поверить. 7 лет? 7 лет этой куртке? Этой куртке чертовой 7 лет, понимаете? И я в этой куртке прилетел в Америку. Первое видео вы можете открыть, посмотреть на моем канале. Это та самая куртка, пацаны. Та самая куртка. Вот она. Все, блядь, по-честному. Все открыто, пацаны. Вы можете в инстаграме отлистать в самый низ и увидеть эту куртку. Вот, это она, синяя такая куртка. Ей 7 лет, понимаете? Я 7, сука, мать. Знаете, почему я не выкинул ее? Потому что эта, сука, куртка стоила, как вся моя, сука, никчемная жизнь какашки в болоте. Я уверен, блядь, у вас у всех есть такая куртка, 7-летняя. И вот это моя куртка. Я ее до сих пор не выкинул. Я в ней прилетел, и я ее не выкинул, потому что это самое дорогое, что у меня осталось. Потому что тогда эта куртка стоила неделя моей жизни. Понимаете, тряпка стоит, как целая неделя, блядь, моей жизни. Целая, сука, неделя. Сейчас у меня полно таких тряпок. Но эти тряпки стоят 1 час. Всего лишь 1 час моей жизни. 1 час – это тоже много. Это тоже до хрена 1 час. Но уже вроде бы как терпимо я могу себе позволить долбанную куртку. Но вот это я, блядь, ее буду хранить, потому что это очень дорого. И я не могу позволить себе больше тратить неделю жизни на тряпку. Поэтому я и говорю, что доллары, рубли, иены – это наебалово. Чтобы рабы думали, что рабство отменили. На самом деле, что происходит на самом деле? На самом деле, вы меняете свою жизнь. Самое дорогое, что у вас есть, самый ценный ресурс – это ваша жизнь. Нет ничего в жизни дороже, чем ваша никчемная жизнь. И вы меняете свою неделю, кто-то, может быть, месяц своей жизни, на долбанную тряпочку. Вот вы посидите, пацаны, и задумайтесь, а сколько стоит сегодня ваша жизнь, чтобы получить тряпку на зиму? И таких тряпок нужно много. Пацаны, вот много или мало – это неделя жизни? Нужно ведь летом тряпку, нужно зимой тряпку и осенью. То есть три тряпки. А если у вас в семье еще три человека, то есть, получается, нужно, блядь, 12 тряпок, 12 тряпок и хотя бы менять их раз в три года, да? 12 тряпок раз в три года, блядь. Тут без конкулятора не обойтись. Получается, если вы хотите дожить до 80 лет, и вам нужно 12 тряпок каждые три года, то есть вам нужно 26 раз покупать эти тряпки, умножить на 12, получается, вам нужно 312 тряпок, вот таких тряпок, 312 тряпок умножим на 7 дней. Получается, что вы должны отдать из своей жизни 2184 дня, чтобы обеспечить себя только вот этой тряпкой, свою семью, 2184 дня. И разделим на 365, это получается 6 лет. 6 лет своей жизни вы должны отдать, чтобы иметь каждые 3 года вонючей тряпки на всю свою семью из 4-х человек. Поэтому я объясняю, как важны сраные деньги, как важны сраные доллары. И дело не в долларах, не в деньгах, не в том, что я показываю, смотрите, как классно, как здорово, а в том, что я показываю. Это вы, блядь, посмотрите, вы просрали свою жизнь на тряпки, и вы продолжаете это делать. И когда я вам звоню, вы говорите, сука, все нормально, все хорошо, просирайте свою жизнь и дальше. Мне надоело просрать свою жизнь. Я все, о чем я жалею, это то, сколько своего ценного ресурса я отдал, сколько своей жизни я просрал за тряпки, за носки, за майку. С меня довольна, я больше не хочу, у меня осталось немного, пацаны. Жизнь пролетает мгновение, а вы продолжаете просирать на эти тряпочки. Вы думали, это все? Ну нет, я же долбоеб со стажем. Я просирал свою жизнь очень качественно, и я просрал очень много. Вы не отвлекаетесь, пока вы едете на свою рабскую работу, показали QR-код и поехали просирать свою жизнь дальше, я покажу вам, как я просирал свою жизнь. Смотрите, вот эта кофта, вот она, кофта. Она уже потеряла форму. Кто подписан на меня в инстаграме, мог видеть меня в ней. Пацаны, смотрите. Я просто покажу поближе, как она выглядит сегодня. Что от нее осталось. От нее уже ничего не осталось, но я до сих пор ее ношу. И я вот нашел фотографии, самые последние фотографии, 16-го года, но я уверен, что эта кофта старше, чем 16-й год. Я думаю, ей на самом деле тоже лет 7, представляете? 7 лет, я до сих пор ее храню, пацаны. Я до сих пор ее ношу, не то, чтобы у меня нет кофт. Сейчас у меня полно кофт. Сейчас у меня полно этого шматья. Сколько угодно. Сколько угодно, потому что сейчас для меня это ничего не стоит. Ну, это стоит. Это тоже как бы я меняю. Допустим, если я 100 долларов зарабатываю за час, а кофта стоит 30 минут моей жизни, даже 30 минут это много. Вот когда вы будете покупать какую-либо вещь сегодня и всю жизнь, вы всегда переводите это не в рубли, не в доллары, а в стоимость вашей жизни. Сколько своей жизни вы должны отдать, чтобы купить этот айфон, чтобы купить эту квартиру. Очень грустно, пацаны, вспоминать прямо до слез. Больно пиздец, как больно трагедия. Это трагедия, сука. Просрайте свою жизнь вот на это. Трагедия, пацаны. И еще больше трагедия, это то, что вы едете прямо сейчас или собираетесь ехать на свою работу, просирать свою жизнь. Я вас не отвлекаю. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы просираете свою жизнь. И чтобы каждый раз, когда вы покупаете свои шмотки, вы пересчитывали не в доллары, не в рубли, а в стоимость своей жизни. До встречи в Америке, пацаны. Пока-пока. О, пиздец, блядь. Ну, если честно, не думал, что, блядь, настолько меня это заденет. Когда я прогонял это все в уме, я думал, ну, расскажу и расскажу, что такого. А на самом деле, когда сам себе это озвучиваешь, блядь, это больно. Это делает больно. Это неприятно. И вот вы сами себе тоже признаетесь в этом. Первый шаг к решению проблемы – это признание этой проблемы. Признайся, а ты говно. Хьюстон вызвал нас для специальной миссии вместе с Натвейом. Я, я. Командарь, просто помните, что мы готовы. Мы готовы, спасибо. Все, вот. Хьюстон отправляет нас для специальной миссии. Ой, блядь, как-то тесно. Тут корабль «Союз», и тут тесновато. Матвей, ты как? У нас специальная миссия, а мы должны сбросить оскорбление. Мы должны сбросить оскорбление на Сызре. Вот на эту кнопку. Но не нажимай ее. Просто сейчас проверим, видишь? Оскорбление сбрасывается. Вот. Переключаем грузовой отсек, зацепляем оскорбление. Левое, правое и поцентральное. Все. Диагностируем. Так, вон взлетный люк. Сейчас будет открываться, пацаны, наш корабль. Все окей. Проверяю все. Mission Control. Mission Control. Хьюстон, Хьюстон, как слышно? Хьюстон нас не слышит. Окей, так. Инструкция на китайском. Подойдет. Здесь есть ручка. Статус. Статус оверлайд. Нобку нажать. Все окей, пацаны. Mission Control. Хьюстон, вы ready? Хьюстон, Хьюстон. Мы готовы. Хьюстон. Ого. Это будет жестко. Вон. Поехали. На Сызрай. Прямо туда. Фьюстон, блядь. Сука. Ого. Блядь. Сука. Блядь. Черт. Блядь. Сука.